Её же надо открыть, а то будет жопор Бонжур, господа! Как вы помните из предыдущих серий, Артём серьёз проникся идеей стать видеоблогером и снимать правдивые истории из жизни любителей сестра-энов Но на курсах успешных видеоблогеров первый пункт гласит Снимай говёные обзоры на крутые тачки Или снимай крутые обзоры на говёные тачки, неважно Короче, я сам этого не хотел, но Артём настоял на каноничности образа, и поэтому сегодня мы снимаем современный Ситроен Артём, он 2002 года Ну всё в жизни наше относительно, вот у меня есть Ситроен 60-го года, вот он старый, а это новый Встречайте, Ситроен С5 2002 года Артём, как обычно, натворил херню Зато эта херня нам показывает, насколько хорошая проходимость геометрического Ситроен С5 Если что, можно поднять машину, на своём горбу вынести Скорой, да ладно, не быстрор Ведь это из-за Ситроен С5 2002 года Этиrandон Гиланд 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 Субтитры сделал DimaTorzok Citroen C5 – представитель бизнес-класса от компании Citroen. Был представлен в 2001 году как замена сразу двум моделям. Citroen XM – это наша стамесочка, и Xantia – очень популярный и массовый автомобиль, тоже на гидравлической подвеске. Выпускался сразу в двух типах кузова – хэтчбэк и универсал. По сути, C5 является конкурентом Passat, Mandeo, Vectra, Mazda 6, ну и всего вот этого вот великолепия. Ну ладно, хороший разгул тагомотин. Поинтереснее не было видоса, что ли? Ты зря не досмотрел до конца, там приколюха будет смешная. Ну ладно, вот я поинтереснее рекламу нашел, поехали, посмотрим. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорош, давай, обозревай. Да, ну так вот, эту машину я выбрал по двум причинам. Первая, то что это, наверное, самый крутой автомобиль, который можно купить всего за 150 тысяч рублей. И это будет не какое-то ведро, а весьма интересный аппарат. Ну-ка, вторая причина. А вторая, прошлой зимой я эту машину немножко попортил. А зовут эту машину, кстати говоря, Карасик. Карасик. И теперь я хочу искупить свою вину и снять про нее обзор и сделать ее всемирно известной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В целом я понимаю, что дизайн это вкусовщина. Но на мой взгляд, дизайн здесь откровенно говно. С другой стороны, он есть. Потому что совершенно очевидно, что это не Volkswagen, который нарисовал компьютер. То есть можно по нему увидеть, что какие-то вот эти вот линии все, то есть их совершенно явно человек с каким-то образованием сел и нарисовал. Это хорошо. Но с другой стороны, у меня лично этот дизайн не вызывает никаких положительных эмоций. То есть не могу ничего хорошего про это сказать. Не, ну понимаешь, но ничего хорошего действительно в этой машине нету внешне. Ну не красавица она. Артем, она не красавица, посмотри, это же рыба. Рыба? Я с тобой согласен. Он поэтому и называется карасик. Хотя мне он больше напоминает, пожалуй, камбалу. Камбалу? Кстати, у камбала же прикол какой. Она рождается нормальной рыбой, у нее глаза с разных сторон, а потом ее начинает переходный возраст корчить, и у нее глаз переползает на другую сторону. Вот, видимо, в этот момент... Тут глаз переполз. Эта машина и получила. Вот Артем мне рассказывал, когда мы выбирали тачку для обзора, поскольку у нас канал шестиколесный, сетроеновский, то нам нужно было начать вот именно с какой-то этой темы. И мы опять же ударились в совершенно банальную серию там «Тачка за 150 тысяч». То есть меня лично удивляет, что эту машину 2002 года на минуточку можно купить всего лишь за 150 тысяч на полном серьезе на нее ездить. А лягушки тебе аплодируют, аплодируют, они говорят, что браво, браво. Спасибо. Это же французский лягушачий автомобиль. Да, локейшн мы сегодня очень удачно выбрали, лягушки. У нас всяческие поделки. Там целый фор. Вон, мы тут голодили. И более того, она еще и приятно едет, и в ней много всего интересного. Подвеска опять же гидравлическая. Ну, сколько она едет и что в ней интересно, мы, конечно, сегодня еще посмотрим. Это попозже. Мне кажется, фанатов надо поменьше слушать в этом смысле. Пока мы здесь снимаем, если вы видите, как машина лежит низко, у нас уже 4 человека подошло и спросило, типа, а как эта низкая тачка вообще сюда проехала? Вот за это я, конечно, могу дать сестра на 5 баллов из 5, потому что дорога здесь была откровенное говно, и при всем при этом мы можем приехать и приложиться на травку. Да, можно доехать до прекрасного берега, замечательной речки. Еще фирма Сестраен получает от Януса 5 баллов из 5 возможных за дизайн колес. Мне вот очень нравится. В принципе, задняя часть моего автомобиля этого наименее мерзкая, мне кажется. Она вообще как бы такая... Она не только наименее мерзкая, она еще и имеет интересный такой плюс, то, что, несмотря на то, что внешне это седан, это хэтчбэк на самом деле, и более того, очень немаленький у него багажник. Это мы передаем привет сейчас нашим белорусским подписчикам. Посмотрите. Потому что в Беларуси эту машину очень любят. Мне даже странно, что Артем не белорус. Я где-то в тушке, глубоко. Здесь очень просторный багажник, можно с собой взять, но очень много всего необходимого. Ну, как можно ездить? Например, без ковриков, без... Что это такое? А вот тут еще рейка есть. Ну, с собой запасная рейка, опять же. Мало ли, что в дороге она просто необходима. Мне кажется, это не отстренд теперь рейка. Здесь какая-то другая история порой. Возможно, возможно. Об этом в следующих выпусках поставили. Подписывайтесь, ставьте лайки за этот мусорный багажник. Ставьте сюда столько мусора, вообще, можно собрать и увезти, очистить природу от этого всего. Но ты полезай в багажник. Да, мне жуткость. Ну-ка, сними его. Не, ну вообще туда три Артема еще влезет, в этот багажник. Очень просторный багажник. А вот так ты его мог бы даже с женщиной обнявшись. Сидеть, ты отдыхаешь. И мохито. Мохито. Ну, ладно. Посмотрим, что под капотом. А это же не капот. Неожиданно здесь мотор. Ну, в принципе... Вот это похоже. Что ты потерял, да? Дороги вторые. Надо же вот это снять. Ногой упрись. И выкинуть. Ты что, Ютуб чуть ли не смотрел, Артем? Ты где-то такое видел. Давай еще что-нибудь оторвем и выкинем. Вот привычная глазу ситройновода. Сиська. Что-то мне кажется, по сравнению с теми сиськами, которые у нас в стамеске, какие-то несексуальные. Ну, кстати, мне такого размера даже больше нравится. Они приятные такие, что-то маленькие. Очень эротично. Такое ощущение, что сюда мазут заливают. Это точно? Слушай, она вообще с 2002 года это только ты считаешь, это современная машина? Ну, у меня современнее не было, наверное. Современнее не было. А ты телефон-то, кстати, поменял? Покажи подписчикам свой новый телефон. У меня теперь новый телефон. Если кто внимательно смотрел первую серию, помните, что там было за крыльц? А? Красота. Теперь у меня хороший номер. Пойду еще куплю один. А, бля, тут речка. Традиционно. Это хай-тек. Креатив Технолоджи. Зачем ты засыпал туда? Нам сейчас хозяин скажет спасибо. Песочек. Песочек? Мне кажется, это ты ношению песочек уже не повредит. На гидравлических Ситроенах миллионы километров трубок. Здесь же на всю машину присутствует только один гидравлический шланг. Тройной, так называемый. Который у всех и течет как раз. Из положительных моментов можно еще отметить, кстати говоря, мотор, который здесь есть. Это двухлитровый, 16-клапанный, сколько, 136 сил. И он отличается, в общем-то, большой надежностью и ходит по 800 тысяч километров без каких-либо проблем. А что здесь с коробками автомат? Я бы не очень хотел покупать такую машину без автомата. С коробками автомат здесь вообще прекрасно. Здесь стоит супернадежный АЛ-4 автомат. Все про него все знают. Прекрасный вариант. На то, что у реноводов как-то еще он называется. Что-то там. ДП-6. Короче, это на Сандеро ставится. Везде, везде. Во всех мастерских знают этот автомат. Хорошо. Классный автомат, четырехступенчатый. Разработки 1997 года. Очень красиво здесь. Простите. Вообще красиво. Мы-то починили. 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 Все. Починили. Починили. Надо стерей закрывать, пока оно не испортилось совсем. Замечательный автомобиль. Ну, 150 тысяч всего. Вон, погода сегодня невероятно прекрасная, поэтому я предлагаю переместиться внутрь. Давай посмотрим салон, кстати, бывает. Ну, кстати... Ну, что, кстати, дизайн внутри крайне угробичный. Да вот не скажи. Вот, например, посмотри, какие-то плавные прекрасные линии и они здесь, заметь, образуют букву X. Кстати, в дизайне интерьера принимал участие наш отечественный дизайнер Пирожков. Пирожков. А тур Пирожков? Это, кстати, заметно. Он бы другую фигуру здесь нарисовал. Но при этом, кстати, хочется отдать должное, что сидеть здесь очень удобно. То есть кресло прям на 5 баллов. Ну, и сидеть удобно, и места много. И, кстати, что еще мне нравятся, приятные материалы. Вот, например, кто-то обшил замшей в рычаг. Алькантара! Алькантара, дорогая, Алькантара! Кстати, ходы, кулисы весьма четкие и приятные. Прям, хочется переключать и переключать. Ну, это, кстати, вот на этой коробке, на которой я по L4, вы говорили, да, называется? Да. На ней вот тоже офигенная кулиса. Я на такой машине как-то ездил за рулем. Мне она так достаточно понравилась. Да, особенно часто там переключать скорости. Ну, вообще, кстати, ведь это L4 автомат-то говно, да? Он же ломается постоянно. Смотря для кого. Этот автомат настолько хорошо известен, что его может починить каждая собака. Даже Марсель? Ну, не, Марсель не в собаку превратился. Интересно, вот, кстати говоря, тут картина с приборной панелью. Очень много полезных указателей. Например, указатель температуры масла, чтобы оно просто необходимо в таком автомобиле. Турбованный, наверное. Да. Ну, и еще вот я вижу вольтметр. Опять же, на шестерках, на Жигулях. Это же какой полезный прибор. Сразу видно, у тебя работает или не работает генератор. Как без этого можно вообще жить? Не знаю. Класс. Мне очень нравится кассетная магнитола. О, это вообще красота. Спроси у них, где тут ближайший сельпо. Хочу самогона и огурцов. И грудастую селянку. Кстати, здесь смотри, какая крутая есть тема. Есть козырек, один козырек, и есть еще один козырек. То есть, мы встроили тебе козырек и козырек, чтобы ты, когда открывал козырек, у тебя был еще один козырек. Это очень здорово. Это люкс. Это если ты в Провансе едешь такой, и тебе солнце в глаз светит, то ты постоянно дорогой видишься, да? Руль регулируется. Да, смотри, руль можно отрегулировать вертикально и туда-сюда он регулируется в двух плоскостях. Ну, только это какое-то доброе и другое, потому что у него низнее положение вот такое вот, а верхнее так вот, кто так ездит за рулем? Ну, это мало ли кто на автобусе ездил. Ну, кстати, да, вот сидишь вот так вот рулишь. Это типа Харлеев, для владельцев Харлеев. Ха-ха-ха. Вот так вот. Хоть телефон-то положить тут толком некуда, хотя тут есть чешник и, в принципе, он же подстаканник для двух стаканов. В общем-то, это удобно. И, кстати говоря, тут есть еще даже третий подстаканник. Ну-ка, попробуй. Что-то не очень. Ладно, иди назад за собой садись. Ты там теперь насрал, кофе пролил. О! Чей-то кофе? Ну, смотри-ка, здесь пространства-то очень много. У меня я хоть роста не особо большого. Не особо большого, это чем мягко сказано. Слышь. Вот так, здесь и даже подлокотничек есть. Опять же, подстаканник. Сзади нормально. Вот здесь хорошо, вот здесь и надо пить подстаканник с какой-нибудь прелестницей. Хорошая штука есть. Вот здесь ключок. Немножко мусора. Можно сюда вот, вот так вот так умять. Раньше были вот такие мусоровозы, а они в них люди забрасывали мусор, выходили все, раньше не было мусоропровода, с пакетами, бросали в этот мусоровоз, там это все дело сминалось, сминалось вот так вот, можно прямо отсюда, очень удобно. Потом брался еще мусор, туда и сминается, сминается и закрывается этот мусоропровод. В какой машине еще мусоропровод? Как говаривал Кларксон, даже в Майбахе такого нет. Прекрасно. Кстати, одной из сильных сторон этого замечательного автомобиля является его гидропневматическая подвеска с изменяемым дорожным просветом. Вот, например, видишь, трасса? Это мотокроссер. И на нем можно ее проехать. Вот, прямо на этом прекрасном автомобиле мы сейчас сядем и поедем на камеру. Да. Ну, я, в принципе, не против, потому что не наша же машина. Нет. Давай попробуем. Давай. Ну, все, понеслась. Машину ломать чужую. А сейчас мы проверим внедорожные способности прекрасного автомобиля. Карасик. Карасик, я, ужас. Погнать. Подняться-то не забыл? Третье положение. Третье положение. Третье положение. Третье положение. Субтитры подогнал «Симон» 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 Да, в старом рейдерайвере классики. Плюс, если вы большой любитель, например, онлидрофт тачек, низкий таз радует глаз, там валит как парчевая. Вот, пожалуйста, низкий таз. Да, как раз таз, как раз низкий. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро выйдет следующая серия. Конечно же, это будет стамеска. Потому что нас уже все задрали в комментариях на тему того, что когда выйдет малая стамеска. Уже очень скоро. Да, и мы ее там сравним с Ц5, хотя это немного разные классы, но все равно интересно, что лучше, предшественник или потом. Старый Ситроен или новый? Старый Ситроен, а не оба старые Ситроена. Для меня это новый Ситроен. Я помню, 60-й год и всякая херня. Все, пока! Ситроен. 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 Субтитры подогнал «Симон»